Всем привет, дамы и господа! С вами, как всегда, Александр. И сегодня мы с вами разберем и посмотрим на колясочку от компании Nordi. Моделька называется Aqua. Напомню, Nordi это вообще Норвегия, страна. И действительно очень интересная страна со своей такой колоритной природой и климатом таким лютым, жестким. И они хорошо делают колясочки, именно подходящие для, например, хорошо для Москвы, для Питера. Для Питера в большей степени, наверное. Потому что с очень хорошей амортизацией, с большими колесами, утепленные и тому подобное. Но перед обзором хотел бы попросить вас, если вам полезна информация, которую я вам даю на своем канале, обзоры. И подпишитесь, пожалуйста, на канал. Это очень помогает развитию канала. Поставьте лайк, напишите комментарий. Это продвигает вообще ролики на YouTube и помогает развивать мне канал. Вам не трудно, а мне полезно и приятно. Ну а мы, собственно, продолжаем. Давайте характеристики в двух словах я вам назову. Вообще, эта колясочка, учитывая такой большой ее полноценный размер, полноразмерная, она достаточно не тяжелая. С люлькой она 12,4 кг всего весит, а с прогулочным блоком, что обычно всегда тяжелее блок, он весит 13 кг коляска с прогулочным блоком. Так, наклон 105-175 кг в прогулочном блоке, это я вам покажу. Максимальная колесная, ширина колесной базы здесь 60 см. Вы в любой, даже самый древний лифт должны будете заехать. Люлька, кстати, большая, 75 на 34, это крупная люлька, вы это и так видите. И максимальный вес ребенка колясочка выдерживает 22 кг. Изучать мы с вами начнем с верху вниз. И хочу обратить внимание на дизайн этой люлечки. Здесь очень интересно реализован козырек. Кстати, ткани очень приятные, прям вот классные ткани, их очень приятно трогать. Вообще, Норди очень так стремительно, очень продвигается уверенными семейными шагами, ближе к премиуму сегменту, своими материалами, качественным изготовлением. Здесь, в принципе, все круто и классно с Дианом. Поэтому в этом плане все хорошо, ткани прям классные. Козырек, видите, здесь идет вот таким образом внахлёст сюда вниз. Видимо, это такое еще плюс дизайнерское решение. За счет этой части можно чуть-чуть увеличить. Но я не вижу смысла вообще здесь увеличивать козырек, потому что он и так большой. Кстати, вот это вот из эко-кожи, здесь вставочки вот снизу, сзади. В общем, такие дизайнерские решения сделаны классные. Так, сделаем, чтобы вам видно было. Козырек здесь сильно увеличивать не нужно, потому что он большой. И у нас есть вот такой большой, реально здоровенный бортик, который фиксируется. И в нем сразу у нас есть отверстие, чтобы мы могли следить за ребеночком. Как по мне, это очень-очень удобно. Вдруг лето, мы можем, соответственно, здесь вот так открыть, еще чуть-чуть увеличить. И у нас будет сетка москитная для вентиляции. В общем, удобно, классно. Так, давайте теперь посмотрим на внутренности. Накидочка на ножки. Мне нравится тем, что она сделана на замочке, не на липучках, а на замочке. Тем самым плотное прилегание и вообще ниоткуда не продувает. Единственное, лучше всего, конечно, ей пользоваться вот так вот с двух сторон открывать. Одновременно. Вот так. Раз, раз. И она вот таким образом у нас откинется, чтобы мы могли легко попасть к ребенку. Иногда бывает просто только с одной стороны, и мы на бок откидываем. А здесь вот таким образом. Мне кажется, вот эта вот опция удобная вещь. Так, что касается внутреннего убранства. Смотрите, она очень большая люлечка. У нас здесь пластиковое дно, если кому-то это интересно. До сих пор нормальный, в принципе, приятный матрасик. Он не какой-то толстенный. Такой средний, обычный, приятный, мягкий матрасик. В общем, с внутренним убранством в люльке, как по мне, здесь все очень неплохо. И внутренняя ткань, кстати, классная. Ну, по тканям я уже говорил. Здесь действительно все хорошо. Так, давайте с ними посмотрим на основание. У основания есть небольшая проблема в том, что здесь нет ножек. Отдельных, высоких ножек, чтобы мы могли ставить на землю, не боясь ее испачкать. Да, здесь вот резина какая-то, вы ее вряд ли повредите, но вы запачкаете. Поэтому такое, вот здесь видите, тоже вот, не знаю. Мне кажется, вот этот вот момент не то. Мне хотелось бы видеть здесь ножки. В общем, не суть. Вот она люлечка. Давайте поставим прогулочный блок. И посмотрим на него. А потом уже будем изучать все остальное. Прогулочный блок, естественно, и по ходу, и против хода можно устанавливать. Это, само собой разумеющееся, в таких колясках. По-другому здесь, в принципе, быть не может. Из таких вот удобных, классных вещей, что здесь есть, это вот такая вот накидочка на ножки, очень толстенькая, удобненькая, с откидывающимся бортиком, закрывающая, в принципе, внахлёст. Вот зимой, я уже говорил про климат этой страны, все очень хорошо продумано, все тепло не продувает. Что касается самого сидения, здесь куча места, действительно огромный блок из таких приятных и практичных фишечек. Мне что нравится здесь снизу, пластик и вот эта часть резиновая. Такая жесткая, плотная резина, вы можете пачкать, царапать, что угодно, эту часть убить сложно. Просто водой с мылом протерли, и все чистенько, и все. Естественно, у нас есть, да, у нас есть бампер, который как калиточка откидывается, и удобно посадить ребенка. Что касается крепежа, для ребенка пятиточечные ремни, но нет в паховой зоне накладки. Вот этот момент мне не нравится, хотелось бы здесь его видеть. Просто, когда вы уже хотите к премиуму быть ближе, то вот такие мелочи, на них экономить не стоит. И нет перемычки вот здесь, тоже отнесем это в минус. Этого здесь нет. Мягкие накладки есть только на паховой, на плечевой зоне. Вот такой матрасик со стороны головы, подголовник назовем его так, мягенький, дополнительный есть. В общем, в целом все окей. Шумноват, на самом деле, немножечко здесь механизм козырька. Хотелось бы иметь его бесшумным. Есть возможность увеличить козырек здесь еще на дополнительные две секции. Одна из них москиточка, другая обычная. И он полностью закроет ребенка. Это уже избыточно, это козырек получается слишком большой. Но кому-то, я знаю, такие вещи нужны. Регулируется у нас наклон таким образом. Секции дополнительные в основном понадобятся, когда мы опускаем ее полностью. Как раз вот те 175 градусов, о которых я говорил. 175, да, и 105 у нас сидя. Когда мы опускаем, он за собой тащит и козырек, и вот тогда нам нужны эти дополнительные секции, чтобы где-то до сюда его, соответственно, открыть. И вот не щелкал бы, он вот так громко, было бы, конечно, здорово. Ребенок может даже немножечко испугаться. Механизм громкий. Ну, опять же, не бывает идеальных колясок. Что-то где-то всегда может не понравиться. Но глобально, в целом, все нормально в колясочке. Что касается самого шасси. Шасси у меня вообще претензий у этого бренда никогда не было. Сделано хорошо. Очень добротное шасси. Железное, мощное, эффективное. Так назвал. Шикарнейшая просто амортизация. Просто плывет коляска обалденно, мягенько. И что мне очень понравилось. Шасси тихое. Оно на убитой дороге. Тишина полностью тихо себя ведет. Передние колеса, естественно, у нас можно заблокировать, чтобы преодолеть какую-то неровность. Колеса можно снять, если это нужно. Колеса у нас здесь. Не надувные. А такой полиуретан. Зато они легкие. Надувные колеса здесь, в принципе, не нужны. Из-за того, что стоит очень хорошая амортизация. И надувных колес здесь смысла большого нет, на самом деле. Хорошие, мощные амортизаторы. Хорошая сборка. Вообще, все прекрасно сделано. Тормоз здесь самый классный. Оба раза сверху. Он легкий, видите? Одним пальцем я просто фиксирую. И все. Из особенностей. Багажник у нас здесь тоже, в принципе, большой. Он накрывается крышечкой дополнительно. Просто кто-то это оценивает. Оценивает, что классно, что закрывается. А кому-то это не нравится. Потому что все время нужно какие-то дополнительные действия, чтобы туда попасть. Открыть, закрыть. Ну, крышечка всегда сверху. Ну, кому что, лысому бантик. Как говорится, кому не нравится, выберет другую. Кому нравится, выберет эту. Вот, собственно, по шасси. Все окей, все четенько. Давайте теперь посмотрим, как колясочка складывается. Коляску можно сложить с прогулочным блоком вместе. А можно и без него, естественно. Так. Чтобы сложить колясочку, нам нужно нажать на обе кнопочки. Вот здесь сбоку. Я вообще сам, на самом деле, не сразу это нашел. Не привык инструкции читать. Вот. И нам нужно провернуть до конца ручку. Она нажмет срабатывающий механизм. И вот таким образом мы ее опускаем. После чего опускаем подножку. И получаем вот такую компактную конструкцию. Можно, в принципе, снять отсюда бампер. И получается у нас без торчащих каких-то элементов колясочка. Напомню, можно скинуть колеса, положить их сюда внутрь. И объем мы еще уменьшим. Поэтому, как вариант, вполне себе она нормально складывается. И самое главное, складывается вместе с прогулочным блоком. Потому что много колясок складывается без него. Вот. Имейте в виду. Так. Чтобы разложить ее, нам нужно фиксатор освободить. И вот таким образом вернуть все обратно. Вот. Собственно, по большому счету, во всем с вами разобрались. Все посмотрели. Осталось только показать, как регулируется ручка. И что в комплекте у нас еще идет вот такая вот сумка-рюкзак, в которой вы найдете там дождевик, москитную сетку. Она вот здесь вот крепится. Сумочка на металлический. Причем крючочки. Очень надежненько. По надежности я уже говорил. С этим брендом всегда все нормально. Вот, собственно, и все. Добавить мне больше нечего. Могу лишь только посоветовать обязательно обратить на нее внимание, если вы в диапазоне долларов 700-800 ищите колясочку. Ссылка, напомню, внизу нам первую коляску будет в описании. Пройдите, посмотрите. Она действительно достойна внимания. Качественно сделанная. Очень хорошее шасси. Минусы, которые мне не нравятся категорически. Я уже вам назвал. Кому-то плевать на это. Мне не плевать. В общем, кому что. Вот. А в целом, глобально, если округлить, очень добротная колясочка и качественная. И абсолютно адекватных денег стоит, учитывая, что вы взамен получаете. Ну, а, собственно, если обзор понравился, ставим лайк, подписываемся на канал. А вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего карапуза. Пока.